Здравствуйте! Сегодня об очередном предательстве интересов рабочего класса лидерами ФНПР. Я Бобинов Григорий Вячеславович, председатель инициативного комитета первичных профсоюзных организаций и фабрично-заводских комитетов Фонда Рабочей Академии. Но все по порядку. Итак, профсоюзные лидеры от имени своего профсоюза, а именно от 20 миллионов членов профсоюза, написало заявление в Министерство труда, чтобы поддержать инициативу Дмитрия Анатольевича Медведева о том, чтобы сократить рабочую неделю до 4 дней, впихнув 40 часов рабочей недели именно в эти 4 дня. Конечно же, они ни с кем не посовещались, тем самым они твердили, что они являются именно лидеры профсоюзов ФНПР, приводными ремнями от Единой России к народу. Чем грозит эта инициатива, об этом и хотелось бы поговорить. Итак, Дмитрий Анатольевич Медведев с высокой трибуны, международной причем, рассказал, что есть такой классный опыт у новозеландской фирмы, которая сократила рабочую неделю до 4 дней, и у них там все стало хорошо. И производительность повысилась, и сотрудники стали отдыхать, и все-то, все-то замечательно. Но при этом почему-то забыли сказать следующее, что оказывается, эта новозеландская фирма действительно провела этот эксперимент, участвовало 240 человек, работали 4 дня в неделю, но при этом рабочую неделю сократили до 30 часов. Вот об этом наши лидеры ФНПР забывают сказать вместе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Но опять же, опыт фирмы офисной, где нету тяжелых и вредных и опасных условий труда, можно ли этот пример приводить для того, чтобы принять такое серьезное государственное решение? Почему не обратиться к какому-то другому опыту? Ну, например, посмотреть на те же Соединенные Штаты Америки, где фирма Келлок в 1930 году уже провела следующий эксперимент. Они сократили рабочий день до 6 часов, и у них все стало хорошо. Рабочие были отдохнувшие, у них появилось время на семью, на какие-то другие моменты, включая всестороннее свободное развитие. Они отказались от этого опыта только с началом мировой войны, и в дальнейшем к этому не возвратились. Но опять же, Дмитрий Анатольевич Медведев и лидеры ФНПР ссылаются на новозеландский опыт. Итак, уже проведены исследования, и у прохожих решили расспросить, как вы поддержите данную инициативу. 50% покрутило у виска, 29% сказало, да, круто, остальные не определились. Кто же сказал, что это круто? Естественно, это сказала молодежь. Да, 4 дня можно там попахать, но зато 3 дня так это круто. Насколько это круто, давайте рассмотрим. Итак, 10 часов рабочий день. Сюда мы давайте плюсовать еще час обеда. Ну и сейчас принято перерабатывать. Это не то, что модно, это просто такой знак, что надо переработать. Сейчас все перерабатывают, то есть на работе проводят больше на 1-2 часа времени. Итого рабочий день получается 13-14 часов. При этом надо пораньше прийти на работу, чтобы не опоздать, не попасть вот в этот момент. Соответственно, в 7 часов уходим на работу некоторые раньше и приходим с работы в 22 часа. Остается только поесть и лечь спать. И вот 4 часа мы работаем в таком режиме. Пусть даже вы офисные работники. У вас не остается времени ни на спорт, ни на семью, ни на свободное всестороннее развитие. При этом надо понимать, что освободившийся день мы потратим на то, что просто будем отлеживаться. Ну, возможно, офисные работники нет. Но те, которые работают на свежем воздухе, кидают экологически чистую щебенку, они точно будут отдыхать после такой напряженной недели. Просто отмокать. И только вот суббота-воскресенье будет, ну, как бы для них обычным днем. Поэтому здесь они точно не выигрывают. Потом ФНПРовские лидеры забывают о следующем моменте. Какое они дают окно для нашей буржуазии, которые они, в принципе, должны противопоставлять свои профсоюзные действия. То есть, допустим, рабочая неделя 4 дня. То есть ты работаешь 4 дня. У капиталиста еще есть 3 дня. Вот в эти 3 дня можно нанять еще работников, которые будут работать, допустим, на 0.75 ставки и будут подпирать вот вас те, которые работают 4 дня. Вот эти 3-дневные рабочие будут подпирать 4 вот этих 4-дневных рабочих. Ну, еще есть люди, которые за бортом вообще любого завода и фабрики, которые еще и этих подпирают. То есть вот это вот будет как раз поле для штрейкбрейхерства. Одно дело нанять работника на 2 дня, оно очень тяжело. А здесь 3 уже получается более-менее ничего. А если им еще, как обычно, сверху рочку засунуть и как-то там впихнуть, то получается как раз вот можно и доставочки дотянуть. Ну, еще такой вот момент, который не надо забывать. То есть вот эти профсоюзные работники, они, естественно, освобожденные. Но я как председатель первичной профсоюзной организации межрегионального профсоюза и действия, который не освобожден, могу сказать одно. А где время для профсоюзной работы? То есть вы, профсоюзные лидеры, должны именно организовать профсоюзы для того, чтобы отстаивать интересы рабочих, вы не оставляете вообще ничего для профсоюзной работы. Именно этого времени для профсоюзной работы в коллективах его не будет. Почему? Да потому что. И так мы отработали 12 часов. И вот надо собраться, принять какое-то профсоюзное решение, посмотреть, что вокруг происходит, оценить обстановку и что-то наметить. Да никто не будет оставаться, потому что все измотаны этим продолжительным трудовым днем и не до собрания вообще. То есть понедельник, вторник, свидетельник, четверг не до собрания. И естественно в пятницу отмокаем и в выходной день никто собираться не будет. То есть на профсоюзном движении по большому счету можно поставить крест. То есть вот эти вот развития профсоюзного движения не будет. Что же делать? Спросите вы. А вариант только один. Вариант в сокращении именно рабочего дня. Сокращение рабочего дня до 6 часов. Почему? Да потому что 100 лет назад уже стали работать 8 часов. Уже больше 100 лет. Стали работать 8 часов. Производительность труда выросла во много раз. Соответственно уже пришло время сокращать продолжительность рабочего дня до 6 часов. Не недели, а именно дня сокращать. Ну соответственно неделя сократится до 30 часов. И освободившееся время тратить на свободное всестороннее развитие. То есть не надо путать отдых и всестороннее свободное развитие. То есть я, допустим, доктор. Мне сократили время работы, но при этом освободились 2 академических часа. Когда мне можно прочитать лекцию. Мы со своими коллегами можем обсудить интересного больного. Наметить план профсоюзной работы. А также разобраться в различных юридических тонкостях. Вот для этого требуется свободное время. Поэтому Рабочая партия России и Фонд Рабочей Академии борются за 6-часовой рабочий день. Для того, чтобы было свободное время для всестороннего развития. Отдельно хочется сказать молодежи. Тем 29 процентам, которые проголосовали за уплотнение рабочей недели до 4 дней. Знаете, ну да, по молодости можно работать и 12, и 14, и 16 часов в сутки. Но приходит такое время, когда работать уже в таком режиме невыносимо. Это уже скоро. Это где-то в 35-40 лет. И в 40 лет это невыносимо. В 55 невозможно. А в 60 это, скорее всего, смерть. Именно работы в таком режиме. И если в прошлом году тот же Исаев, лидер ФНПР, объявлял о продлении трудовой жизни до 65 лет. В этот раз они же объявили о том, что еще и условия труда просто ухудшатся. Но опять же из благих намерений. Что же делать? А делать очень просто. Сейчас надо единым фронтом выступать за сокращение именно рабочего дня до 6 часов. Если 100 лет назад наши предки добились сокращения до 8 часов, и за 100 лет производительность труда взлетела в десятки раз, то уже можно сократить рабочий день до 6 часов. Но ни в коем случае не сокращать рабочую неделю. Освободившееся время потратить на всестороннее развитие, не на отдых, как кто-то думает. То есть мне как врачу очень приятно встретиться с коллегами в освободившееся время, прослушать лекцию, обслудить интересный случай, всегда быть в курсе передовой медицинской науки, обсудить какие-то правовые нормы и рассказать, что будет делать профсоюз в ближайшее время для улучшения условий труда. Вот для этого и есть 6-часовой рабочий день с свободным временем для всестороннего свободного развития. Так что будьте здоровы, а пока, пока!